Субботним утром сельскую тишину на окраине Варановки нарушил не только собачий лай, но и шум спецтехники. В рамках субботника районные власти решили помочь приюту для бездомных животных. Заведение это среди четвероногих популярное. С начала года хозяев себе здесь нашли 60 хвостатых постояльцев. Часть собак сюда приводят волонтеры, еще часть попросту подбрасывают жители города. Волонтерам приюта без помощи властей обойтись сложно. С их помощью нам выровняли дорогу, которая у нас постоянно размывается дождями. Расчищают сейчас площадку для постановки новых вольеров, потому что собак очень много, не хватает мест. На заросшем дикой ежевикой участке появится 50 новых вольеров, но это в перспективе. Пока же землю надо расчистить, разровнять, вывести мусор и обрез. Мы сюда загнали специальную технику, которая им подготовит, распланирует земельный участок. В последующем мы его отсыпем щебнем и установим соответствующие будки для собак. Все работы производятся силами общественности, неравнодушных жителей, которым нравятся животные. Жители Барановки тоже здесь активно принимают участие. В целом на улицы города в субботу вышли почти 265 тысяч человек. Это сотрудники районных и городской администрации, работники муниципальных предприятий и просто местные жители, неравнодушные к облику родного курорта. В центральном районе, например, необычно многолюдно было на лестнице, ведущей к мемориалу. Там трудились специалисты районной администрации. Территорию мы взяли для себя. Это лесной массив около железнодорожного вокзала Сочи, где мы убираем листву, банки, мусор, всякого рода. На, казалось бы, небольшом участке земли собрано несколько десятков мешков мусора. Чаще всего это отходы, оставленные человеком – бутылки, обертки, пакеты. В целом во всех районах Сочи было отправлено по назначению, то есть на свалку, 300 тонн мусора. Задействовано почти 100 единиц техники. Снесены полсотни аварийных деревьев, на которые жаловались местные жители. Очистили придомовые территории. Здесь свою лепту в субботник внесли сотрудники управляющих компаний и ТСЖ города.